Здравствуйте! Это Актуальное интервью. Я Андрей Погорелов. Мы обсуждаем актуальные темы и события. Сегодня гость нашей студии, модельер, дизайнер, заслуженный художник России, академик Российской Академии художеств Ирина Крутикова. Говорить мы будем сегодня о перспективах мехового производства в Якутии. Ирина Владимировна, здравствуйте! Здравствуйте! Рада приветствовать вас в Якутии, в частности, в нашей студии. Ну, давайте начнем нашу беседу с такого вопроса. Вот коллеги-журналисты с легкой руки называют вас королевой меха. Как вы сами вообще оцениваете такой эпитет? Ну, я уже к этому привыкла. Когда королевой называют, это неплохо. А вот вы в Якутске впервые уже? Нет, второй раз. Второй раз. Что-то изменилось в плане приезда вашего первого и вот в последующем? Якутий очень изменился. Якутий очень изменился. Совершенно другой город стал. Появилось очень много новой архитектуры, очень красивой. Мне очень нравится. Правда, у меня не было возможности походить пешком, поскольку когда пешком ходишь, это самое лучшее знакомство с городом. Но очень много новых зданий и народ другой стал. К сожалению, меньше в мехах ходят. Больше ходят в этих дутиках, как их называют. А сколько времени прошло, кстати, между вашими приездами? Вот я точно вам не скажу, но лет 17 точно. То есть за 17 лет можно с уверенностью сказать, что мехов, в принципе, меньше стало в республике. Носить стали меньше, имеется в виду. Да, да. Мне так кажется, меньше. Особенно дети, что вот меня как раз это печалит, потому что я считаю, что детей вот просто необходимо одевать в натуральный мех. Это и тепло, это и для здоровья полезно, это и хорошо для меховой промышленности, поскольку дети – наше будущее. Будущее вообще и будущее для меховой промышленности. Если они в детстве будут носить мех, то они в подростковом возрасте будут носить мех, и они когда вырастут, будут носить мех. А в Якутии, вот мне кажется, что должны все носить мех. Ирина Владимировна, ну вы уже успели встретиться с нашими народными мастерами. Вот каковы ваши впечатления от их работ? Вы знаете, я захлебываюсь от впечатлений. Вот просто захлебываюсь. Я нигде не видела, в мире нигде не видела, хотя я бывала на народных ярмарках, так вот мне везло, просто не по работе, просто случалось так. Вот такой ярмарки и такого количества людей я не видела. А самое главное – это люди, которые, они такие живые, они улыбаются, у них такие счастливые глаза, они такие делают, вот просто все произведения искусств, хотя это вот индивидуальные, которые дома находятся там в своих мастерских, ну потрясающе, потрясающе. Я уже не говорю о костюмах народных. К сожалению, это опять я скажу, что во всем мире эта вот традиция лелеять и холить народные костюмы, она как-то уходит на второй план. И редко где, в какой стране и в каком доме найдешь, что ну у кого-то там у бабушки в сундуке это лежит, это не одевают. Здесь я участвовала в этом шествии, мне тоже дали народные костюмы и головной убор, это было прекрасно. Ну просто великолепно совершенно. Я вижу, я там ходила, просто захлебывалась от восторга, что делать так, к каждому подходил, вы сами это шили, сами, своими руками, они это делают. Ну потрясающе. И это, конечно, надо поддерживать и развивать. Но вы побывали уже не в одном регионе, не только России, в других странах, но вот что-то подобное где-то встречалось? Нет. Нет, я говорю, даже близко, близко такого нет. И это надо развивать, и это надо показывать, я думаю, что это во всем мире надо показывать. Это всех удивит и порадует, что такое живет. Я уже не говорю о модельерах, которые имеют такой кладез, вот эти народные костюмы, как они сделаны, это же можно все использовать и в современной одежде. Не надо повторять и не надо делать этнографический костюм, но там так много решений интересных и конструкторских, и дизайнерских решений, что этим надо пользоваться. Ну вот то, что вы увидели в нашей республике, будете вот своими впечатлениями делиться с мастерами других регионов, что-то им советовать, может быть, в том, чтобы они в свою культуру что-то там новое внесли? Ну, если получится, то, конечно. Но я хочу, и вот то, что здесь я видела в Якутии, я хочу, чтобы это было распространено и укреплено вообще. Это нужно показывать, это должны тоже весь мир видеть. Вот как раз-таки прошла у вас встреча еще с мэром города Якутска Айсеном Николаевым. Вот о чем договорились, какие уже достигнуты вопросы? На меня мэр города произвел очень хорошее впечатление, и мне кажется, что у нас разговор получился, и он все понял и обещал, что он будет это поддерживать. Я хочу, чтобы Якутия и Якутск стали центром меха. На сегодняшний день в России у нас это Пятигорск меховой центр. Ну, это же смешно. Я им желаю и дальше успехов и все. Но центром меха должен быть Якутий. Сама температура, сама природа, само наличие зверей, очень много промысловых. И раньше были и непромысловые, и селекционные были. Это все условия для и выращивания зверей, и для охоты. Это центр должен быть. Но что должны делать мы, жители республики, непосредственно для того, чтобы Якутия стала центром меха России, как минимум? Вы знаете, совсем немножко надо это дело развивать. Наверное, надо помогать. И, наверное, надо, чтобы люди имели поддержку. Вот сейчас у нас как-то идет такая глобализация. Индивидуалы, они забываются, в сторону отодвигаются. Но вот именно здесь, увидев в Якутске, какое количество людей, которые индивидуально работают, их тоже надо поддерживать. И это совершенно отдельное, наверное, это будет только в Якутии, вот такое направление, что индивидуалы шьют, и они будут помогать промышленности тоже выполнять. Не обязательно все делать в промышленных условиях. Вот то, о чем вы сейчас говорите, перебью вас. Вы имеете в виду, нужно на федеральном уровне поддерживать? Конечно. Ну, конечно. Ну, хотя бы организовать, хотя бы напасть, хотя бы для них организовать возможности продажи. Если человек где-то живет в отдаленном районе, ему нужно продать, он сделал, ему нужно продать, он может продать только своему соседу. Но сосед уже имеет. И обычно шубы, если делает, ну, не скажу на всю жизнь, но, во всяком случае, на длительный период. А если он еще одну шил, он же может шить. Если он еще одну шил, еще одну шил. Вот, может быть, вот есть большое предприятие у вас, Сахабол. Большое предприятие, такое мощное. Но, может быть, еще они не того уровня выпускают изделия, но это все дело наживное. Если захочешь, то добьешься всего и сделаешь все. Вот они, наверное, могут как-то объединить этих людей, но это требует особого решения. Таких условий нету нигде. Я имею в виду морозы, снег, просторы бесконечные. Это же никто такого не имеет. Индивидуально. Ну, насколько вообще ценится якутский мех и, может быть, какие-то можно предпринять действия для того, чтобы его популяризировать? Популяризировать вы должны на телевидении все это показывать. Это самая лучшая реклама. А делать нужно новые технологии выделки для меха конкретно. Новые методы пошива, новые технологии изготовления изделий. Которые, кстати, можно это все хорошо поискать в народных костюмах и можно это все найти. А какие сейчас вообще существуют новые технологии? И насколько они как раз-таки доступны для меховщиков? Ну, вы знаете, любая технология, это всегда дорого для индивидуального. Для государства это недорого, и для предприятия солидного это тоже не так дорого. Поскольку это же приобретательный, длительный период, это оборудование. Оборудование и методы выделки существуют разные. Наверное, есть и с кем, есть и химические предприятия, есть предприятия, которые вот все это выпускают. И можно, наверное, связаться с теми, кто занимается технологиями и добиться высокого уровня. Хотелось бы, конечно, спросить о вашем совместном проекте. То есть нельзя о нем даже не спросить. Как раз-таки совместно с научным центром имени Келлыша. Речь идет о коллекции по уникальной технологии обработки меха с помощью нанотехнологий драгоценных металлов. Даже само название, оно звучит необычно. То есть нанотехнологии, драгоценные металлы и меха. Расскажите, это была работа на перспективу или это все-таки был некий эксперимент для вас? Ну, знаете, я-то всегда делаю эксперименты, но с надеждой, что это в производство пойдет. Поскольку я дизайнер промышленный и безумно люблю промышленность. Очень уважительно отношусь к этим людям. Но здесь у меня изначально была просто такая идея возникла. И я делала коллекцию, ну и всегда надо для коллекции сделать что-то такое удивительное. И вот у меня возникла такая мысль, я обратилась со своим друзьям, физикам. Вот они нашли институт, большой научно-исследовательский институт имени Келлыша. Очень серьезный институт научный, которые согласились провести со мной вот этот вот эксперимент. Я не знала, что получится, и они тоже не знали, что получится. Но получилось очень хорошо, очень быстро, надежно. И очень быстро они вот это нанесли. Это нанотехнологии. Это нанотехнологии, которые никогда нигде не применяли. И я когда показала коллекцию сначала во Франкфурте, а потом в Милане на оптовых ярмарках, там это был просто фурор и переворот. Потому что такой метод икрашение делали. Но итальянцы, в частности, они красили обычной краской, ну вот которой трубы крашили. И они вот так вот брызгали эти вот золотые из этой вот краски для труб технической. Они висели, потом они отваливались, и они были этим довольны. И я, знаете, так вот с осуждением к ним отнеслась. Ну как можно на мех, натуральный мех, наносить эту краску. Но вот ваша технология сейчас кто-то пользуется, кроме вас? Да. Вот поначалу это дело не пошло, потому что центр Келдыша, он, естественно, этим не занимается. И я им бесконечно благодарна, но они мне тоже благодарны, что они это просто сделали все на нужном уровне. Но потом, через несколько лет, у нас появился такой очень энергичный человек. Знаете, все успехи и все продвижение, оно все лежит на энергичных людях. Людям, которым не безразлично вообще. Вот все не безразлично. У нас такой есть Константинопольский, который ко мне, значит, подошел и предложил этим заняться. Игорь Владимирович, большое вам спасибо за участие в нашей передаче. Дорогие телезрители, я напоминаю, вы смотрели актуальное интервью. Сегодня у нас в гостях был модельер, дизайнер, художник, заслуженный художник Российской Федерации, академик Академии художеств Ирина Крутикова. Оставайтесь на нашем канале, будьте в курсе всех событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова